Новые методики помощи пациентам с сахарным диабетом и ожирением обсуждают в эти дни в Москве участники Национального конгресса врачей. Ведущие специалисты, эндокринологи со всей страны обмениваются опытом в диагностике и лечении. Количество больных диабетом растет во всем мире, и медики уже называют это неинфекционной пандемией. В борьбе с ней важно все. И профилактика, и современные технологии, которые позволяют снизить риск тяжелых последствий. Вывести эту работу на новый уровень должна федеральная программа. Анастасия Кобызева узнала подробности. Сенсор, который позволяет без прокомов пальца принимать данные о сахаре ребенка каждые 5 минут. То есть система почему очень нужная, каждые 5 минут ребенку прокалывать пальцы, это, конечно, вещь адская. Все показания глюкозы 8-летнего Даниэля тут же отображаются в мамином смартфоне. Контролировать диабет сейчас намного проще, говорит Юлия Войнич. Она сама с раннего детства страдает этим заболеванием. В этом ящике вся жизнь диабетика, если так можно сказать. То есть здесь то, что выдают бесплатно. Это картриджи для инсулиновой помпы, так как мы с ребенком оба на помпах. Это инфузионные системы, иголки и трубки, по которым подача инсулина уже ведется. А еще тест-полоски, инсулин, все это выделяют по федеральной льготе. Но есть и то, что пока больные не получают от государства. Например, тот же датчик для показания глюкозы. Ситуация в корне должна измениться с принятием федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом». Федеральная программа – это когда деньги адресно доходят именно на решение проблем с сахарным диабетом. Туда входит обеспечение гарантированное, скажем, тех же детей безыгольными сенсорами, помпами и так далее. То есть лучшими инсулинами через программу. Федеральная программа будет реализована в России. Думаю, что это с 2023 года. Проект включает и создание эндокринологических центров в регионах. В этом центре должны быть все основы заложенной телемедицины, все основы образования пациентов. Самая современная лабораторная диагностика. Должны комплексно обследоваться пациенты для того, чтобы выявлять и предотвращать развитие осложнений сахарного диабета. На форуме специалисты со всей страны. Это площадка, где каждый регион делится проблемами и вместе ищут пути их решения. В Тюменской области, например, растет количество больных с диабетом. Сегодня это уже 60 тысяч. В среднем по нашему региону мы выявляем от 3 до 4 до 5 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно. В Иркутской области хромает ранняя диагностика. Мы фиксируем больных, которые приходят в поликлиники. Мы не занимаемся в том достойном смысле профилактикой осложнений сахарного диабета. Детский диабет – еще одна тема Конгресса. И здесь статистика неутешительна. Каждый год заболеваемость увеличивается на 3-6%. И вместе с тем растет помощь больным. Я могу с полной уверенностью сказать, что в нашей стране дети получают максимально. Ни в одной стране мира дети с диабетом не признаются инвалидами. Они получают это пособие, социальное пособие, которое они получают все 18 лет. Специалисты обсудят еще целый спектр вопросов. Как лечить больных диабетом в эпоху COVID-19? Репродуктивное здоровье таких пациентов, современные способы диагностики. Врачи говорят, проблема сложнее и шире, чем кажется. Сахарный диабет – неинфекционная пандемия 21 века. Только в России этим заболеванием страдают по самым скромным подсчетам 10 миллионов человек. Причем половина не знает о своем диагнозе.